Привет, друзья! В Китае дебютировал достаточно интересный продукт от компании Hyundai. Речь идет о топовой модификации молодежного спортбэка LaFesta N-Line. Все продукты корейского производителя, которые выпускаются под брендом N-Line, считаются более агрессивными и спортивными, в сравнении со своими гражданскими модификациями. LaFesta не стала исключением и визуально отличается от обычной версии более массивным передним и задним бампером, мускулистым капотом с небольшими вентиляционными отверстиями в передней части, потайными дневными ходовыми огнями, особыми двухцветными колесными дисками, красными тормозными суппортами и некоторыми особенностями в интерьере. Особенно хочется отметить большое антикрыло в задней части автомобиля, которое несет полезную нагрузку. Внизу же его дополняет аккуратный диффузор и новая выпускная система с трапециевидными выхлопными патрубками. Выглядит все это буйство красок и форм очень мощно и очень агрессивно, но на деле все намного скромнее, так как под капотом у новинки установлена полуторалитровая бензиновая турбочетверка. Ее мощность составляет всего 200 лошадиных сил и 253 ньютон-метра крутящего момента, что не так уж и много, учитывая вызывающий вид новинки. Двигатель работает в паре с семиступенчатым роботом и передним приводом, а вот динамические характеристики в компании пока не раскрывают. Отдельного внимания заслуживает интерьер, он здесь совершенно другой в сравнении с предыдущим кузовом автомобиля и оснащается новой двухдисплейной мультимедийной системой. Оба экрана представляют из себя 10-дюймовые панели, правда один из них используется в качестве приборного щитка, а другой для доступа к мультимедийным функциям автомобиля. Кнопки в салоне тоже присутствуют, с их помощью можно настроить климатическую установку, а также поработать с уровнем нагрева и вентиляции передних спортивных сидений с развитой боковой поддержкой. Как и все продукты этой серии, новинка оснащается фирменным спортивным рулевым колесом, на котором размещены кнопки для быстрого доступа к различным опциям мультимедийной системы. Единственное, что кажется странным, это отсутствие привычной ручки коробки передач. Вместо нее в компании решили использовать кнопочный пульт. Учитывая спортивную направленность данного продукта, это кажется немного странным. Во всем остальном это вполне себе добротный продукт, который сможет удовлетворить запросы большинства клиентов. А если чего-то вам не хватает, корейцы предлагают достаточно обширный список опций, из которых можно выбрать кучу различных дополнительных фишек. Но не стоит забывать, что дополнительные опции очень неплохо так влияют на конечную стоимость продукта. Правда в Hyundai пока не озвучили, с какой суммой придется попрощаться клиенту при покупке новенькой LaFesta Online. Что ж друзья, а у меня на сегодня все, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики, а также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok